Набережная Цесаревича продолжает обновляться. Это не только место для прогулок, но и для творцов. Здесь уже сделали мостик любви, теперь для милых, которые бронятся, поставят кровать примирения. Идея пришла в голову нескольким энтузиастам. Они создали проект, разместили его в социальных сетях, а горожане поддержали. И работа закипела. Арт-объект участникам обошелся в 400 тысяч рублей. Собирали, как говорится, с миру по нитке. У нас было несколько идей. У нас была и скамейка, и не только примирение, и с разными амурчиками, и рамка была для фотографий, где можно было сделать огромную рамку, прийти туда и, например, всей семьей сфотографироваться. Лавочки и рамки дружбы есть во многих городах, а вот кровать будет первая в мире. Создатели проекта уверены, что их винтажная ложа многих примирит. Станет местом для признания в любви и даже создания новой семьи. Кровать под углом, да, и что суть такая, что люди ложатся по краям и скатываются друг к другу в объятия. То есть хочешь не хочешь, но померишься. Понять, что объект как-то связан с теплыми отношениями, сможет каждый. Фразу «Я тебя люблю» здесь напишут на 20 разных языках. Сама винтажная композиция будет подсвечиваться в ночное время торшером. На данный момент у нас начато производство кованой части. То есть кровать будет выполнена из основной элемент – это ковка металлическая, а ложа и изголовье будут деревянными. То есть это будут деревянные части, которые будут обработаны специальным составом, чтобы в нашем климате хорошо сохранилось. Кроме жителей Владивостока, идею поддержали и в других городах – Новосибирске, Москве и даже Риге. Кровать получилась по-настоящему общественной. Открытие нового арт-объекта намечено на 21 марта. Евгения Колесникова, Елена Штейникова, Владимир Жилин, Панорама.